И начну с одного момента. Это книга «Бытие», 35-я глава, где говорится про Иакова. Не так давно я читал эту главу. Читал, как обычно, знаете, по плану, прочитаешь, отметишь это дело, думаешь, все, духовный план на сегодня выполнен, здорово, пошел дальше. И вообще, когда я планирую какие-то дела, так, здесь надо позвонить кому-то, здесь что-то еще, здесь прочитать Библию по плану, здесь не забыть помолиться. Но однажды мне Бог сказал, слушай, ты не включай меня в свой план. Я говорю, как Бог не включать? Ведь ты же достоин. Он говорит, ты радуйся, что однажды я тебя включил в свой план. Мне не надо вот этих твоих пять минут там, десять минут там. Мне нужен весь ты с потрохами, вся твоя жизнь, все твое мышление, все остальное это второстепенно. Это ты пойми. И вот он так иногда плавно, явно, через кого-то говорит о том, кто он есть, а кто мы, и какие наши дела в нашей жизни, какие наши заботы. И вот я уже в новом осмыслении читал эту главу и прочитал, как Яков, 35 глава, 14 стих, поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. Но обычное место, мне казалось, обычное дело, нередко ставили памятники, из чего они делали, непонятно. Почему-то это место сильно открылось, и прямо было такое желание остановиться и подумать, подумать, кто научил Якова ставить памятники, кто-то ему говорил, или это так положено, или он священник и знает все какие-то обряды. Нет, нет, нет. Это было желание его сердца. Если почитать чуть-чуть раньше, с 8 стиха, написано, «Умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже, и явился Бог Якову по возвращению его из Месопотамии». У Якова было непростое время. Умерла кормилица Деворы. В этой же главе умрет Рахиль, его любимая жена, при родах. Скорее всего, он осмысливал свою жизнь, вспоминал. И когда вспоминаешь жизнь, приходят какие-то негативные моменты, в первую очередь. Кого он обманул? У кого украл первосвященство? Первородство? Первородство. Кто его обманул? И вся вот его жизнь, наверное, он думал, думал, как идти дальше. Достоин ли я? И написано, «Явился ему Бог, явился ему Бог, и сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Авраму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. Знаете, иногда кажется, что Бог тоже смотрит на все твои грехи, на всю твою жизнь, на все, что ты согрешил, наследил, сделал неправедного, так же, как ты. Но не позволь этого себе сделать. Бог смотрит иначе. Яков был виноват вроде во всем. Бог говорит, «Из чресел твоих произойдут цари. Я дам тебе землю. Я переименовал тебя. Иными словами, я уже забыл тебя старого, прешнего, с твоими грехами. Забудь и ты тоже». Представьте его состояние. Представьте его состояние, как он обрадовался, обрадовался, что Бог все простил ему. Это просто было желание его сердца поставить камятник. Памятник, он же не скульптор. Это не его призвание. Он все, что мог в этой пустыне, он начал делать. Он собрал эти камни. Он взял самое дорогое, что у него есть елей. Казалось бы, зачем наливать на эти камни елей? Ведь это пустыня. Они уйдут оттуда. Все выветрится. Там дожди, может быть, пройдут. Какие-то животные слижут. Что-то этого не будет. Но у него было желание. Было желание точно так же, как было желание налить на ноги Иисуса. Знаете, когда Бог посещает, тебе не жалко самое дорогое. И казалось бы, ты делаешь какие-то нелепые поступки со стороны других людей. Но тебе это не важно. Тебе это абсолютно не важно, потому что он понял, что Бог его простил. Все, что было у него неправильного, неправедного. Представляете, это потрясающе. Это не только в жизни Иакова, это в нашей жизни. Приходит в какой-то момент понимание, что Бог тебе простил. Все. Бог тебе простил. Я не знаю, у меня был случай давненько. Я ехал ночью на машине и правила не нарушал. На компрессорном стояли гаишники, они меня остановили, все проверили. А там они стоят на таком месте, где обычно нарушают правила. Там все срезают. А я не срезал. И проехал еще так, думаю, я хорошо. Они говорят, хорошо, все нормально, только у вас страховочка просроченная. Пойдемте к нам в машину. Я говорю, так хорошо, что напомнили, я завтра же исправлю недочет. Они говорят, обязательно исправишь. А сейчас пока пройдем в машину, пообщаемся. И вот пока мы шли, я говорю, знаете, вообще первый раз практически имею дело с вашей службой. Ничего не нарушаю. Даже не знаю, как выглядят протоколы. Я не знаю, что на меня нашло. Но я ему вот пока мы шли, там как-то небыстро, на красный не езжу, скорость не превышаю. Что-то ему говорю, говорю. Он такой, да, вот это молодец, вот это здорово, приятно послышать. Мы сели в машину, он взял рацию, говорит, айсберг, айсберг, я там орел, проверь такого вот это то. И этот айсберг, я не знаю, откуда он начал. Видно, со всей моей жизни. Говорит, там нарушение, там скорость, здесь штраф за красный проскочил, здесь то-то-то-то. И он так ему не быстро, не мало диктовал. Я так думаю, я ли это? Думаю, ну может быть где-то, но неужели накопилось за все эти годы? И к чему, я думаю, я ему это все говорил? Никогда не говорю, всегда молча. Он такой, хорошо, спасибо, до связи. Раз убрал, повернулся ко мне. Дал мне документы, говорит, счастливо бытьи. Я говорю, в смысле, я пошел? Он говорит, ну да, аккуратнее езди, страховочку завтра не забудь. Ну и все, я ушел. Я не понял, что это было. Такой милости со стороны. Но это какая-то малая часть. Я не знаю, почему ругают всех гаишников. У меня самый первый мой случай, когда я на второй день выехал на дорогу, я, конечно, дрожал, как осиновый лист. Мне казалось, что все едут так близко, хотя сзади там сигналили, что еще два километра, ты подвинься маленько. Знаете, ну как это обычно бывает. Меня остановил сотрудник, когда я вышел, дал ему документы, долго не мог попасть в его руки. Думаю, ну все. Он такой посмотрел. О, так ты позавчера сдал на права. Ну и как? С первого раза? Я такой, да. Он говорит, здорово, счастливого пути, аккуратно езди тебе. Все, если нужна какая-то помощь, то мы всегда на местах. Вот как-то так. Не знаю, почему ругают все. Но, знаете, никакой случай не сравнить с сердцем Бога. Никакой случай. Однажды я был свидетелем такой не очень красивой сцены, когда ребенок поругался с родителем, с родителем, и ребенок, значит, ушел там куда-то к себе. И такими плохими словами, практически матершинными, но он думал, что родитель не слышит. А ситуация была уже на взводе. Ситуация была такая, уже взрывоопасная, я бы сказал. И родитель, это был отец, он забегает, ребенок понял, что, оказывается, все было слышно. и секунды буквально, может быть, доли секунды на размышление, как поступить. И отец прижимает ребенка и говорит, я тебя люблю. Я тебя люблю. Когда ты в гневе, когда ты послушен, когда ты не послушен, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, я всегда тебя люблю. Вы знаете, это надо было видеть, эту картину. Что произошло? Не пришла та месть, которая как бы логически должна вытекать из этого. Нет. Знаете, и Иисус так не поступает, и дети Его точно так же не поступают. Они поступают не так, как должно было быть, казалось. Нет. В какой-то момент, когда ты понимаешь, что все плохо в моей жизни, Иисус говорит, я тебя люблю, я тебя простил. Да я все знаю, забудь. Я тоже забыл. Иди дальше. Иди дальше. Иди дальше. Самое прекрасное, что мы сейчас имеем, как мы сегодня пели, что Он живой. Он не мертв, Он не остался там на кресте, не остался в гробу. И давайте откроем с вами Евангелие от Матфея. Мы сегодня остановимся в 29 главе. Да? Евангелие от Матфея. Открыли 29 главу? Ну, давайте с 28-й сначала. 29-й, это мы с вами переживаем. Она не написана. Это мы ее проходим. Но в 28-й, в предыдущий, написано, по прошествии субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же они шли возвестить ученикам, Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». А они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Там они увидят Меня. Иисус явился этим женщинам. Они пришли посмотреть, потому что их тянуло к живому или к мертвому. Их тянуло к Нему. Но Он явился не для многих. Не для многих явился Он. Не для всех явился Он. Знаете, иногда нам хочется, чтобы Он пришел и показал тем, кто смехался над Ним. Смотрите, вот я живой. Сцвел бы с небес шаровые молнии все, сконцентрировал бы в одно место, испепелил бы их. Ученики часто этого хотели. По нашим, по людским нормам, это нормально. Они говорят, «Сведи огонь с неба. Давай, у тебя же есть власть. Мы знаем, что ты можешь все». Он не поступал так. Он не такой. Когда мы видим Петра, Петр, он смелый был или нет? Как вы думаете? Если охарактеризовать. С одной стороны, вроде да. Но мы видим, в какой-то момент, где-то он отрекается, где-то он осторожничает. И знаете, когда я рассуждал, когда пришли взять Иисуса, помните, Петр выхватил меч, он целился, он же не целился в ухо, да? Так, предупреждаю, отрубаю правое ухо. Если еще раз подойдешь, левое, еще раз. Нет, он же хотел разрубить. Там кто-то увернулся, он отрубил ухо, полилась кровь. И он, может быть, внутренне ожидал поддержку. Ну давай, Иисус, ты же за наших, у тебя такая власть. Иисус поступил абсолютно не так, как думали ученики. Кричал этот человек, он взял ухо, приложил, исцелил, помолился и говорит, вы меня не понимаете. Вы меня не понимаете. Я не такими методами действую, не такими. У меня совсем другое учение, совсем другое. Иногда, когда где-то в социальных сетях, я вижу, христиане выкладывают ролики, едет какая-нибудь машина, там подрезают, хамят, там выбегают на дорогу, кто-нибудь выходит, там один против четверых, и те на него, значит, начинают. А один оказывается мастером спорта международного класса по боксу, и он, значит, этих четверых быстро укладывает на землю. И столько отметок нравится. Давайте, покажите, расскажите. Я удивляюсь, я удивляюсь. Иисус не действует такими методами. Иисус у себя не размещал бы на стене такие ролики. Нет. Он пришел с любовью, Он пришел с другими методами. Он говорит, вы поймите, я не такой, я не такой, как этот мир. Я не такой, как этот мир. Он мог бы поговорить с Пилатом и все ему рассказать, доказать, целую проповедь ему дать, но Он не стал. Все, время закончилось проповеди. Теперь ваше время проповедовать и нести ту любовь, которую Он передал нам. Так ведь? Избранным. Он явился только тем, кого возлюбил. 1 Коринфянам 15 глава 3 стиха. Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Христос умер по Писанию. Так было написано. Бог уже заранее подготовил план. Не римские воины, не зависть не были мотивом того, что Христос умер по Писанию. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Знаете, когда вот читаешь про этих женщин, которые пришли по гробу, как гробу, ведь в Израиле не так хоронили, как сейчас. Вот сейчас, например, пришли родственники на девятый день на могилу, смотрят вырыто, памятник убран, снесен, все венки валяются, яма вырыта, гроба, крышка открыта и никого нет. Вот примерно так же было, примерно так же было. Представьте, какой резонанс, что происходит. Но могила не удержит Христа. Точно так же, как могила не удержит верующих в какой-то момент. В какой-то момент это произойдет. это важнейшие стихии, это наше обетование, это то, что нас объединяет всех вместе. Иисус погребен и воскрес. Он есть жизнь. Можно съездить на святую землю и посмотреть эту гробницу, его там нет. Но он не просто ушел на небо и где-то там ждет нас. Написано, что он явился. Читаем дальше. Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. потом явился Иакову, также и всем апостолам. Он явился. Он являлся более десяти раз, упоминается в Священном Писании. Некоторые говорили, это галлюцинации, но пятьсот человек, когда видят одновременно, это уже не галлюцинации, это не массовый психоз, а это факт, это факт. Иисус пришел, явился, учеником в горнице, помните, и Фома, когда не верил, он явился еще раз, говорит, посмотри на меня, потрогай меня, я живой, вот мои раны, вложи свои пальцы в мои раны, я пришел к вам. Это самая лучшая новость для учеников и для нас. Помните, в Маус шли два человека, и Иисус говорит, что вы такие, о чем вы рассуждаете? Они говорят, ты может быть пришедший откуда-то, ты не знаешь события, которые тут происходили? Он такой говорит, а что происходило? Иисус любит так спросить, чтобы узнать, а что говорят, а за кого ты почитаешь меня, а что ты хочешь? Господи, дай мне видеть, Господи, неужели ты не знаешь? Ты скажи, ты скажи, что есть в твоих мыслях? Ты скажи. Знаете, иногда нам этого не хватает. Мы ставим какие-то клише, стереотипы на другого человека, и мы уже за нему все решаем. Все, что у него в голове, мы сканируем так быстро, делаем выводы какие-то и определяем свое отношение к нему и к его поступкам. Но Иисус учит нас, а ты подойди и спроси, а ты что думаешь по этому поводу? И множество, множество разногласий между нами можно решить таким способом. Человек высказался, и ты, это также касается отношений в семьях, и ты понимаешь, а, так ты вот что думаешь, так оказывается все проще. Говорите, Иисус так поступал всегда. И он говорит, а что было, как вы себе это представляете? Он говорит, был пророк, вот мы думали, что он такой, а он оказался вот все. И они шли, шли дорогой, и он говорит, о, несмысленные сердцем, неужели вы не поняли, ведь писания говорят, и он начал им толковать, они высказались, он выслушал, и он начал уже говорить, не свою точку зрения, согласно писанию, им это так понравилось, что они говорят, будь с нами какое-то время, и в какой-то момент они поняли, кто он, он явился им, и они поняли, кто он, это Иисус живой, так оказывается, писание сбылось, он моментально исчез для них, но след оставил, Иисус является и сегодня, он являлся не только ученикам, кому являлся Иисус Христос? Он приходит в разном обличии, общался не так давно с одним пастором, миссионером, который много ездит, ну и разговорились о тенденции мировой, некоторые грустят, говорят, вот в Европе церкви пустые, так ведь, там проводят концерты, там используют не по назначению, их используют под мечети, он говорит, ты не представляешь, что творится в мусульманских странах, повально люди принимают Иисуса Христа, повально, он то явился во сне, то как-то еще, подпольно, и церкви растут, есть движение, он говорит, не будь таким пессимистом, Иисус действует, если он там его не принимают, он уйдет в другое место, в третье, он найдет плодородную почву, из которой поднимутся служители, повсеместно, говорит, такая сила растет, это нам кажется, что идет угроза терроризма, идет угроза других религий, нет, церкви растут и укрепляются, с каждым днем сотни людей прилагаются, спасаются, приходят, знаете, я сильно люблю слушать истории, как мы здесь оказались, у каждого своя история, нет ведь такого, что нас всех собрали где-то, сказали, идите туда, в 11, нет ведь, каждый каким-то способом дошел, дополз, кому-то говорили, кто-то отвергал, кто-то спорил с пеной у рта, как-то еще, но свой путь, но он был, и вот вы здесь, мы здесь все, слава Богу, у Бога есть свои пути, не забуду историю про то, как Самуил пришел к Саулу, помните, отец послал Саула искать ослиц, они пошли, искали ослиц, а Бог пришел к Самуилу в это время, говорит, там придет человек, помажь его на царство, то есть, все было заранее предначертано, ни раньше, ни позднее, и когда Самуил пришел, точно, Саул прятался где-то за обозом, он где-то скрывался, он говорит, я пришел помазать тебя на царство, Саул говорит, мы пришли за ослицами искать, нас отец послал, если мы придем к нему без ослов, ты даже не представляешь, какой у нас отец, говорит, да с лицами уже давно нашлись, уже там у вас в этом, в загоне траву жуют, это неважно, я пришел, чтобы поручение Божие исполнили, вот тебе раз, и может быть, ты где-то шел, какой-то человек идет, не раньше, не позже, начал тебе проповедовать, так ведь было, да, откуда он взялся, откуда он взялся, Бог как-то направляет, посылает, помню, еще в те времена тоже, когда раз уж начал рассказывать, ездил на машине, ничего, не умел в машину чинить, была у меня старенькая восьмерка, и мне родители говорят, слушай, ну ты вот гоняешь с друзьями там без толку, возьми нас хоть, вози за грибами, родителей своих, бабушку, и я говорю, да конечно, давайте поехали, и мы все сели, мама, папа, бабушка, наша еще родственница одна, все засели в эту машину, и мы поехали, далеко уехали, куда-то в лес, набрали грибов, они говорят, ну вот молодец сынок, все, домой тогда поедем, я думаю, вот какой я молодец, правда, и родителям помог, завожу, она не заводится, не заводится машина, я такой говорю, так, сейчас, сейчас я быстро, значит, выхожу, открываю капот, хорошо, что капот открывается так, что он как бы загораживает тебя от салона, и я так лег туда, на этот капот, смотрю, что тут вообще происходит, тут наверное моторчик какой-то должен быть, ну как интересно, ни разу не заглядывал, они-то думают, что я что-то там делаю, я не знаю, что делать, ну подергал что-то там, я был еще тогда неверующий, ну наверное, это был прообраз какой-то молитвы, думал, что же делать, кто мне поможет, тут только какая-то высшая сила мне поможет, а иначе, как вот, люди уже, кто-то в возрасте, кто-то пожилой, и только я подумал, оборачиваясь, смотрю, идут два мужчины, откуда они взялись тоже, никого не было, идут, я говорю, ребят, вы что-нибудь понимаете в машинах, они говорят, да конечно, мы же комбайнеры, вот с деревни, зашли, один за руль зашел, что-то там, второй куда-то залез, там знаете, в двигатель вылез из выхлопной трубы, такой, говорю, так, у вас там в карбюраторе три заслонки не работают, что-то там, какой-то насос, ну в общем, что-то подкачали, завели, моментально, откуда они взялись, и я уже тогда думал, значит, что-то есть такое, небесное, может быть, когда-то поближе приобщусь к этому, удивительные, удивительные встречи, откуда это, как-то мы были на отдыхе, помню, и тоже платили за парковку, машины, что-то там сорвалось, и у меня эта парковка только до 8 часов вечера получилась оплачена, мне пришлось ехать к 8 часам, чтобы оплачивать еще, язык я не знаю, там на котором было написано, никого нету, что делать, штрафы там большие, смотрю, вдалеке идет женщина с собачкой по парку, и она как бы идет в другой парк, зачем она повернула сюда, она повернула, прошла, посмотрела на меня, поняла всю ситуацию, говорит, тут не надо оплачивать после 8, причем она как-то сказала, что я все понял, она сказала, не на нашем языке, и я все понял, и говорю, наверное, сам Бог вас послал, она так посмотрела на меня, улыбнулась, говорит, ес, и пошла, знаете, сколько таких встреч у, не уклоняйся, иди, слушай его голос, и когда-то Бог приведет и наших родных, и близких через нас, так ведь, и Бог принимает участие в нашей жизни, Он не просто сидит, ждет нас на небесах, как мы говорили, и Он дал нам власть, тем, которые приняли Его, верующим, во имя Его, дал власть, быть чадами Божьими, написано, Он дал нам власть, и дальше мы читаем в этом первом Коринфянам, это будет основное место наше, 16 глава уже, 1 Коринфянам, 15 глава, Иисус явился многим, 10 стих, но благодатью Божией есть то, что есть, благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной, и так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, как некоторые говорят, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, бесполезна, если Христос не воскрес, притом мы оказались, был же свидетелями о Боге, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, и вера ваша тщетна. Так Павел говорит, но он говорит, наша вера не тщетна. Христос воскрес, воскреснем и мы. Воскреснем и мы, Он первенец из мертвых. Он первенец из мертвых. Важно это понимать. Мы живем не просто здесь, вот этот отрезок, который у нас есть. Я очень надеюсь, что через 50 лет здесь будет гораздо больше людей, через 100 лет будет гораздо больше людей. Нам дается какой-то отрезок, но потом мы совоскреснем с Ним, с Богом. Иисус нас учит смотреть не земными глазами, а глазами небесными, глазами вечности, вечности, идти дальше. Представьте, вас пригласили в гости такие общительные, гостеприимные люди, и вы заходите, открываете дверь. Они говорят, ну как? Вы говорите, ну здорово, так хорошо у вас, только как бы странно, что-то стены исписаны, тут какие-то лестницы. Они говорят, да ты в подъезде еще стоишь-то. А мы готовы вот в этом подъезде усесться. Они говорят, так нет, ты проходи к нам домой, заходи домой, в комнаты проходи. Вот у некоторых вот так вот, мы сидим в подъезде и дальше не идем, и нам не надо. Бог говорит, да вы что, там будет гораздо лучше, гораздо лучше. Иисус учит нас, не сдавайтесь, не сдавайтесь, идите. Один верующий проповедовал своим друзьям, они говорят, слушай, тебя ничего не пугает, какие-то невзгоды, он говорит, ничего, Бог все дает только для, он знает, через что мы пройдем. Верующему все содействует ко благу. Говорят, опять ты за свое. Что такое? Ну, они один раз завязали ему глаза, значит, увезли его в одно место. Говорят, ну, мы тебя испортим настроение. Привозят его, значит, на кладбище. Он такой позитивный всегда. Развязывают ему глаза. Ну, посмотрим, что ты сейчас скажешь. Он такой выходит, говорит, о, ну, пока я вижу одни плюсы. То есть, и на самом деле, на самом деле, может, для кого-то это трагедия, но для нас, Павел, Павел такой был, он говорит, для меня жизнь Христоса, смерть, приобретение. Я не часто слышу от наших верующих, что говорят, смерть – это приобретение. Но Иисус нас учит. Вы приобретете то, что даже не представляете. Я воскрес, воскрешу и вас. И давайте откроем с вами Евангелие от Луки, посмотрим одну историю. Луки, седьмая глава. Огромное желание было взять эту тему. Думаю, ну, как она к нашей жизни-то прилагается? Раз Иисус говорит, значит, прилагается. Мы раз в год поздравляем друг друга, Христос воскрес. А что ты подразумеваешь под этим? Что ты подразумеваешь? Или это просто слова? Евангелие от Луки, седьмая глава, одиннадцатый стих. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею». Иисус выходит, заходит в город, из города выходит процессия, и там было много народа, вдова, но она безудешно рыдала. И вдова, она потеряла мужа, она потеряла сына сейчас, единственного. Больше никого у нее не было. Вроде бы с ней шло много народа, но она понимала, что когда все это закончится, закончатся похороны, не будет такой поддержки, как это кажется. Все займутся своими делами. Кому нужна вдова, бедная, она будет болеть. Разные-разные мысли были, она рыдала. Иисус встретился с этой процессией, написано, и он сжалился над ней. Покойника носили, как правило, не в гробах, а открытым, не было там гробов, что-то типа носилок. Представьте, он, ну как в другой истории, может быть, уже смердела, может быть, уже шел какой-то запах, жара, в процессе шла, торопилась. Он был одет, ноги связаны, руки лежат, такого бело-синего цвета. Иисус увидел, увидел безутешную вдову, сжалился над ней. Он подошел к ней. Наверное, он ее приобнял. Наверное, он сказал ей, не плачь. Ну как можно, могут эти слова утешить ее? Ее плечи вздрагивали. Она говорит, она, может, и ничего не говорила, она, может, и не могла сказать ничего. Но сам факт того, что их дороги пересеклись, ты даже не представляешь, в какой момент Иисус придет. Но когда твое сердце безутешно рыдает, Иисус всегда приходит. Откуда он идет? В Наин, в город, в Первоуральск, в Екатеринбург. Иисус приходит и попадается на твоем пути, обнимает тебя за плечи. Он мог бы чуть раньше пойти, мог бы чуть позже, но он не опаздывает. Он придет именно тогда, когда ты идешь. Когда ты идешь. Он ее утешал. Сжалился над ней и сказал, не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру. В процессе идет, они торопятся, им надо быстрее похоронить, потому что жарко. И он вдруг прикасается к этим носилкам, к покойнику. Так нельзя делать. Это оскверняет человека. Все иудеи знают, все шарахнулись. Даже остановилась вся процессия. Замерла. Что он делает? Что делает этот человек? И только вдова, скорее всего, ей не показалось ничего странным. Она понимала, от этого человека исходит какой-то покой и уверенность. Пусть он что угодно делает. Что угодно делает. Ей показалось, что все эти люди, огромное множество, они потом уйдут, а этот человек будет с ней. Часто приходят такие мысли, когда Иисус приходит. Он всегда будет с нами. Он не просто пройдет мимо. Он остановился, чтобы принять участие в твоей жизни. И он обращается к мертвецу. Когда хоронят человека, его даже не говорят по имени, или даже не говорят человек, встречались, говорят так, завозите тело. Это уже неодушевленный предмет. И Иисус вдруг, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. И он сказал, юноша, начал обращаться к нему, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус, матери его. Те, кто несли эти носилки, эту процессию, они даже, они просто остолбенели. Этот человек встал, наверное, просился, опустите меня пониже, мне тут трудно. Только Иисус понял ситуацию, подошел, протянул руки, отдал его матери. Вот, тебе твой сын. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Великий пророк. Иисус это сделал. Вроде бы, этому человеку, юноше, отмерено какое-то время, он все равно умрет. Иисус показал свою победу над смертью. Все в его руках, все в его власти. Смерть не подвластна ему, не подвластна. Это не страшно. И мы правильно делаем, что верим, идем и уповаем. Верим, идем и уповаем. От власти ада я искуплю их. Осия 13, 14. От смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Где? Где смерть твою жало? Нет. Наш Бог живой. Наш Бог живой. Давайте воздадим Ему славу. Это потрясающая новость. Я есть воскресение и жизнь, Он говорит. Я есть воскресение и жизнь. И мы не унываем. Второе Коринфянам 4, 16. Если внешний наш человек и тлеет, внешний наш человек подвержен изменениям, каждое десятилетие, каждый юбилей, мы смотрим в зеркало, так расстраиваемся немножко. Ну, может быть, и не расстраиваемся. Пытаемся, человек пытается купить какие-то крема, что-то еще. Но мы внешне не можем остановить этот процесс. Но Бог говорит, внутренний, наш внутренний человек, что-то есть у нас внутри, со дня на день обновляется. Кратковременное легкое страдание, не переживай, если ты страдаешь, это кратковременно, и это не так тяжело, поверь, у тебя есть силы. Производит в безмерном, при избытке, вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно. Все, что мы видим, все, что мы видим, это временно. Этого не будет, колонок этих, ничего не будет. А невидимое, вечно, Иисус и говорит, поэтому ты расставь свои приоритеты. Царство мое, не от мира сего, Иисус говорит. Поэтому мы будем смотреть в вечность, уповать на Него, верить. Так ведь? Он будет являться к нам, поддерживать. Может быть, ты не ожидаешь, ты выходишь в скорби, и Он как раз заходит. Он тебя обнимет, Он утешит, Он даст руку помощи, потому что это наш Бог, великий и всемогущий. Так ведь? Может быть, нам кажется, жизнь уже где-то там не за горами заканчивается. Я помню, мы с другом, когда уже в армии были уже дембелями, уже только там время тянется так долго, когда уже в конце. Вначале быстро, не успеваешь дни сосчитать, день за днем, день за днем, куда-то носишься, что-то делаешь, а в конце уже как бы ничего не делаешь. И так медленно. И вот мы как-то с другом шли, общались, и я говорю, так быстрее бы, быстрее бы демобилизоваться. Он говорит, ты думаешь, что пройдет какой-то период? Нет, жизнь только начнется. Вот он так сказал философски, из деревни он приехал, но у него такие мысли, как скажет, скажет. Он говорит, жизнь только начинается, там жизнь только начнется. Это кажется быстрее и быстрее. На самом деле там жизнь только начнется. Для кого-то скоро, для кого-то не так скоро. Но слава Богу за вас, друзья, слава Богу, что мы верим в Иисуса распятого и воскресшего. Он живой, Он посреди нас, мы не видим. Иногда трудно проповедовать, и люди говорят, ну покажите, покажите нам Его. Бог нам показывает Его через Писание, через Священное Писание, через Свои дела, через Свои мысли. Бог нам показывает Себя. Аминь. И давайте будем молиться. Может быть, кто-то проходит через долины смертной тени. Это кратковременное, легкое страдание. Это не я говорю, это говорит Иисус Христос. Это закончится. Любой шторм закончится и начнется штиль. Любая ночь пройдет, настанет утро. Любая буря утихнет, настанет покой в твоей жизни. Иисус говорит, это кратковременно, кратко и временно, небольшое время. Но мы настраиваемся на вечность, жить с Ним, быть с Ним, совоскреснуть с Ним. И последнее местописание книга пророка Даниила 12, 2. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Никто не останется там в прахе. Все пробудятся. Мне понравилось, как корейский пастор свидетельствовал, как они проповедуют. И люди в основном говорят, такая статистика 90%, когда им говоришь, что будет ад, будет рай. Они говорят, я не хочу ни ад, ни рай, я хочу дома на диване сидеть. Отстаньте от меня. Но это будет. Пророк говорит, что все восстанут. Все станут из мертвых. Из спящих пробудятся. но одни для жизни вечной, другие тоже для жизни вечной, но на вечное поругание и посрамление. Выбираем здесь. Туда или туда. За Богом или нет. Будем идти с вами все вместе, благословляя нашего Бога, ища Его силу, ища Его святость. Господь всемогущий, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твои обетования, благодарим Тебя Бог за дар вечной жизни, благодарим Тебя, что Ты не остался в могиле, смерть не смогла удержать Тебя, великий Бог, великий Господь, Ты ожил, воскрес на третий день, и Ты живой. находишься одеснуя Бога, находишься здесь, живешь в наших сердцах, живешь с нами, Господь, и Ты желаешь воскресить нас, первенец из мертвых, первый великий Бог. Мы пойдем за Тобою, будем верить, уповать на Тебя, изучать Священное Писание, поддерживать друг друга, молиться друг за друга, и славить Тебя каждый Божий день. Аминь. Слава Господу. Мы прославляем нашего Господа. И слава Иисусу. Подумай дома, поразмышляй, посмотри еще эти места Писания, и Бог будет открываться каждый день больше, и больше, и больше. Не включай Его в свой план, а Он включил Тебя давно уже. Всего. Всего.